Всем здравствуйте! Мы вышли с козявками погулять. Погодка у нас ветреная, надеюсь меня слышно. Ветер не забывает. Варенька наша гуляет. Делаем прогулку, потому что ей три дня до кота. Какое вымя уже громадное у нашей будущей первокотки. Так что посмотрим, как пройдут наши роды, окоты. Даша гуляет. У нее тоже вымя большое, но она коза взрослая. Гуляем, пасемся. Надо перед окотами разминаться козявочкам. Красотки. Ждем-ждем нашего прибавления нашей молоденькой козочки. Какая она высокая. Смотрите, рядом стоит Даша низенькая, коротконогая, а Варя высокая. Тихушница. Варька, ты в срок родила. Смотрите, какая морда. Какая интересная морда. Очень хорошая козлиная. А он еще пятнистый. Все в срок. Да увы, мне дала. Сейчас Вареньке чаю принесем. Молодец, Варька, молодец. И главное, тихушница. И сама родила, и без проблем. Так утром никакого намека не было. Какие вы козы молодцы. Сами все родились. Вот что значит, козы все время свободно гуляют, развиваются. У них все хорошо, да, Дашка? Даша пришла посмотреть. Даша пришла посмотреть, да? Как старшая, как старшая. Я старшая поветуха. Даша пришла. Ты, наверное, ходила тут, посмотрела, да, Дашка? Ты ходила, смотрела? Да. Да. Молодец, Дашка. Ты же молодец, Дашка. Ты же молодец. Да, Дашенька. Ты молодец, Дашка. Нет, ты мордаша. Нет, она нажрать. Малыши не сосали, наверное. Что? Не сосали малыши, мамка. Пытаются, видишь, не соображают. Пытаются искать. Ничего не соображают. Два маленьких пограничника на день пограничника. Мальчик и девочка. Я, правда, опять забыла, кто из них кто. Вот такие вот малыши. Варенька, Варенька, ты в шоке, ну, видишь? Верно, да? Скажи, что это произошло? А Дашка хавает. Вот они, вот они маленькие пограничники. Как вы думаете, что делает женщина-коза после родов? Она ест. Она полной пастью ест. Ой, расчихалась. Она даже еще не покормила детей. Они тут что-то прикормили, спят. А Варенька пошла поесть. А то отвлекаются всякие. Они сразу пока худенькие стали. Вот они, новорожденные дети. И вот она, мамка-первокотка. Все, наши трехдневные малыши скачут в вольере у крольчат. Крольчата при виде новых жильцов, конечно, попрятались, но ничего, осмелеют потом. Крольчата опять в норе. А наши малышки, вот они, вот они у них по скакушке. Ночью все равно заберем домой, а днем будут в вольере. Ой, по скакушке, по скакушке малые. А мекают, мекают вон. Ихние старшие братья, сестры. А, сестры, две козы. Ровно два месяца разница между ними. Вот такая вот вымечка у нашей Вари. Такой сегодня третий день дойки соски. Ну, достаточно длинные, но тоненькие. И то сейчас они чуть-чуть толще стали, а были вообще тоненькие, как, знаете, у пипетки резинки. Вот такие вот были. Небольшой все-таки карман есть. Думала, без кармана. Нет, с карманом вымя у нее получилось. Но дуется вообще легко. Вот так вот слегка сжала, и уже потекло молоко. Пока примерно 2,200-2,300 дает молоко. Варя, стоим. Ногу привяживаю. Вчера почти полную дойку, где-то 900 грамм, мы перелили танцами. Да? Козявишна, а? Варенька, первокоточка наша. Все-таки танцует немножко. Ну, все. Буду доить. Смазываю мазью с троксирудином, с гепарином и с миновазином, потому что отекает, отекает от дойки, сосуды тут напухают. Все в первый раз у нее. Но дуется легко. Еще молоко не пробовали, молоко молодое, все козля там. Еще не знаем, что у нее с молоком по вкусу, но доится легко. Вот, вымечка вымахала большой. Все, не будем нервировать козу. Продолжим потом. Ну, вот сегодняшний наш улов. Ну, чуть-чуть выше метки, литр 150. Когда даю, особенно вот первокутку, и вот какие были дойки, замеряю и делаю метки, чтобы примерно потом знать. Даша, Даша пришла проверить, да, что тут у нас. А вот это тут сзади меня. Тут что-то у меня хвостик на халате пытается развязать. Все, Даша, больше никого здесь уже не доет. Все закончилось. Привет, повступили меня. Ладно, убираю молоко, а то сейчас я с ним полечу. Ну что, дорогой зритель. Кто у нас тут кушает? Наша первая коточка кушает. И сейчас у нас уже середина ноября. Мы на дойке. Как говорится, чем закончился предыдущий кадр, тем мы и заканчиваем. Мы снова под козой. У нас снова дойка, пол ведерочка. Ну, литр-полтора здесь будет. И это у нас середина ноября. Уже коза начала сбавлять свои надои. Давайте еще я вам тут ноги какие-то показываю. Да? Сбавлять начала надои наша коза. У меня так резко навалились все эти летние дела, что мне некогда было дальше снимать. Поэтому заключение сделаю сейчас. В общем, при трехразовой дойке наша первая коточка давала чуть больше 4 литров. 4100, 4200 были такие моменты. Ну, потом перешли на двухразовую дойку. И очень долго она давала 3800. Потом летом от жары 3600. И вот осенью, когда уже травы стало меньше, она сбавила до 2,5. То есть обычно у нас утром полторашку дает и вечером литр дает. Вот такая вот наша первокоточка. Сколько я разных роликов смотрела, что говорят, что чуть ли не только литр дают первокотки, полтора. Ну, нам, наверное, повезло. Козлят мы не оставляли под козой. Да, я тоже смотрела разные ролики. И по ним, по этой информации, я поняла, что козлят лучше не оставлять. Они, как следует, козу не раздоят. Козля, ты доела? У нее тут семечко осталось. Это батат. Да, мы даем козам батат, сахарную свеклу. Ну, буквально вот так вот. Жменечко. Жменечко. В конце дойки, сверху на зерно, я ей даю овощи. Поэтому у нас все нормально. Горошки хорошие, молоко. Мастер-тестом провожу анализ. Весь сезон был хороший. Единственное, у нас была проблема с первокоточкой, когда примерно через неделю после окота я заметила, что она очень долго сикает, извиняюсь за подробности. И мастер-тест показал воспаление. Ветеринар сказал проколоть антибиотик. И что-то еще. Не помню, что еще. Прокололи антибиотик козе, и все прошло. Коза молодец. Вот такая вот наша варюшка первокоточка. Да, Варька? Удачная коза. Я думаю, если бы мне попались другие козы с другим характером, мне бы не очень бы хотелось продолжать это дело. А с такой хорошей компанией, Дашкой нашей рыженькой и блондиночкой Варей, хочется продолжать козоводство. Ай, ты лоскусь, как прибалдела козюлька. Все, всем хороших козочек, чтобы у вас была гармония, хорошие надои и отличное настроение. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok